О том, что ежегодно летом погибает несколько тысяч россиян именно в воде, вы слышали не раз. Но каждый наверняка про себя думал. Это точно не про меня, я всегда контролирую ситуацию. Однако бесконечные поиски спасательных групп говорят об обратном. Ни один купальный сезон не обходится без трагедий. Гибнуты взрослые и дети. При этом большинство несчастных случаев происходят в несанкционированных местах отдыха. МЧС России по республике Татарстан накануне сезон опубликовал список пляжей, официально открытых для отдыха у воды. Всего до 1 июля на территории республики должен был быть открыт 61 официальный пляж. На данный момент принять отдыхающих готовы половина из них. Мы расспросили казанцев, осведомлены ли они о технике безопасности на воде. Мы ознакомлены с правилами безопасности на водоемах. У нас на нашем озере работают спасатели. Они нам рассказывают, показывают, как спасать, как плавать. У нас установлены буйки для детей и для взрослых. Мы очень любим это Комсомольское озеро. Когда хорошая погода, когда внучка ко мне приезжает, мы все время сюда приезжаем. Все дела бросаем. Мы очень любим это озеро. Здесь всегда чисто, следя за чистотой. Но правила поведения мы заранее учим. Все время я за ней наблюдаю. Когда она плавает, когда она купается. Ну и за другими детьми смотрю, как можно. Сегодня мы в первый раз. И я так приятно удивлена. Хотя, что удивляться, у нас в Казани столько нож и столько всего. Все для нас, для населения. Мне очень понравилось. Во-первых, очень удобные лежаки. Даже когда у нас ребенок уснул, мы положили ее. И довольно-таки просторные. И солнышко не попадает. Безопасно. Посмотрите, все ограждено. Для детей специальная зона. Для взрослых. Каждый раз выходят спасатели и говорят, не заплывайте за буйки. Не плавайте. В общем, все нравится. Песок очень чистый. Каждая мама вообще должна, конечно, за своим ребенком следить. Но спасибо, здесь есть спасатели, которые всегда в рацию говорят, чтобы дети не заплывали. И взрослые тоже. Потому что это тоже очень опасно. Вот. И будем конечно спрашивать инструкторов, что можно, а что нельзя. Мы соблюдаем все технику безопасности. Купаемся в оборудованных спасательных местах. Соблюдаем все. В нетрезвом виде никто не купается. Все замечательно. Правда или нет, но почти 100% опрошенных были внимательными и осторожными у воды. Однако практика показывает, что людей с обратным поведением тоже много. Специалисты выделяют несколько основных причин, которые влекут за собой трагичный исход событий. К ним относят грубое нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. В первую очередь нужно купаться в спасательно оборудованном месте, то есть именно на пляже, там, где повешены буйки. Есть лягушатель для детей обязательно. В нетрезвом виде заплывать за буйки. Это самое главное правило, я думаю, на этом пляже. Еще правило есть на пляже, то есть не играть мячиком на воде, так как считается опасной очень игрой. То есть, если два ребенка играют, один чуть-чуть в сторону, либо подул ветер, мячик снесло далее за буйки, то ребенок, конечно же, захочет его достать и происходит, к сожалению, очень печальная ситуация, возможно. Наш пляж оборудован, но, к сожалению, люди чуть-чуть переступают через правила, возможно, отдыхают, хотят чуть-чуть уединиться, так как на пляже много народу и, к сожалению, нарушают правила и вокруг озера со всех сторон начинают купаться. Но так как у нас есть два поста, нам дали вторую лодку, увеличили штат, мы следим за всем озером. Купание может закончиться трагедией, которую можно предотвратить, если суметь распознать помощь его человека и после оказать первую медицинскую помощь. Большинство из нас привыкло считать, что утопающий размахивает руками, громко кричит и вообще всячески привлекает к себе внимание. Но обычно это совсем не так. Утопление происходит очень быстро и тихо, прямо на глазах у ничего не подозревающих людей. чтобы освободить пути дыхания. Но перед этим нужно очистить всю полость рта от посторонних предметов, чтобы они не мешали. Соответственно, можно подложить ногу также. Потом находим солнечное сплетение, откладываем два пальца наверх, накладываем руки и делаем 30 раз прожимания грудины на 30%. Делаем 30 раз с интервалом полторы секунды. Потом два вдоха делаем. Потом опять 30 раз, два вдоха. Повторяем эти все движения до того момента, пока не приедет скорая помощь. Нарушители создают большие проблемы спасателям и в первую очередь самим себе. Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить основные правила безопасности поведения на водоемах и способы помощи утопающим, твердо осознавая при этом, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости.